И вновь плюшкины балуются. Очередной скопидом мешает жить соседям. Жильцы девятиэтажки по улице Льва-Шатрова много лет являются заложниками дурнопахнущего соседства. Обитатель одной из квартир мешками и коробками сносит домой всяческий хлам. Время от времени родственники вывозят содержимое помещение на свалку, но мужчина тут же пополняет свои запасы. В ситуации разбиралась Елена Яговцева. Когда-то у него было высшее образование и престижная должность, но выйдя на пенсию, человек, как говорят соседи, потерял сам себя. 80-летнего пенсионера целиком поглотило хобби – собирать на свалках отходы и складировать их у себя. Даже спать плюшкину приходится сидя. Улечься поудобнее – места нет. Собирает, видимо, всякие железки, ну, в общем, все волокет дома. Соседи-то жаловались, да, потому что и тараканы, видимо, и запахи, и все такое. Он учился, институт заканчивал, работал где-то, но с головой не в порядке. Живет он один. Впрочем, по словам жильцов, у Скопидома есть близкая родственница. Несколько месяцев назад, устав от упреков соседей, она освободила квартиру от мусора. Естественно, за свой счет. Вывезли несколько газелей с хламом. Но помещение пустовало недолго. Опять пришло время нанимать грузовик. У меня рука сейчас покалечена. Вот эта рука покалечена, правая. Я не могу работать-то ей. Только вот левой. Может, попросить управляющую компанию, чтобы помогли вам вывезти отсюда ненужные вещи? Да нет, я сам справлюсь. Я сам справлюсь. Справлюсь. Поскольку квартира приватизированная, выселить из нее собственника, даже такого проблемного, почти невозможно. Единственная мера воздействия на него – административный штраф. Один раз вычтут половину пенсии, второй, глядишь, и покочет пожилой человек со своим хобби, полагают соседи. При этом коммунальщики готовы оказать Плюшкину помощь. Иначе придется решать проблему через суд. Вот у нас есть своя техника, мы можем с ним заключить договор и все это дело вывезти на свалку. Просто-напросто. Если человек, конечно, на это согласен. Если не согласен, то да, только через суд. Опять же, будем обращаться в суд. После этого по решению суда мы будем уже в принудительном порядке все это дело вывозить. Между тем, после нашего ухода Плюшкин, казалось, затеял уборку квартиры. Понес на контейнерную площадку небольшую картонку. Но дальше этого дело не пошло, рассказали соседи. При такой интенсивности работа по наведению порядка самим пенсионерам может затянуться надолго. Елена Еговцева, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.